Всем привет и добро пожаловать на чемпионат мира по скалолазнюю в дисциплине болдеринг 2021, который проходит в Москве. И сегодня мы разберем женские финалы. В финал прошли Сташа Гея, Брук Роботу, Андрея Кюмен, Елена Карасовская, Камила Марони, Наталья Гроссман. А на старт трассы выходит первая участница соревнований Сташа Гея, Сербия. Первая трасса оказалась достаточно сложной. Вначале тяжелый ключ и после этого вторая часть трассы. Ее можно залезть двумя разными вариантами, мы дальше увидим это. Либо динамичным, либо более статичным вариантом. Очень силовое выдавливание на правое плечо. Надо подставить высоко ногу, чтобы начал работать красный деревянный подхват. Зацепки Чита, серия Бумеранг. Такие можно найти у нас в Москве и я их видел только на скалодроме Клайм Лап. Обратите внимание, с первого раза не получилось по магнейтсу, такое бывает. Спортсмены забывают развязать мешочек и приходится уже на трассе его развязывать. Очень плохо раскачивается, таз далеко от стенки, поэтому когда она берет черную зацепку, не получается перевалиться на красную и синюю зацепку. Паникует, начинает делать несколько попыток подряд, тело уже не так близко притягивает. Видно, что плечевой пояс находится не на одной линии между двух рук, поэтому не получается удержать. Пытается остановиться, чуть отдышаться, перестать нервничать, но повторяет несколько попыток подряд, сил не хватает и трассу пролезть не получается. Вторая участница финала – Брук Робату. Соединенные Штаты Америки, 20 лет. Очень перспективная спортсменка, которая выступала на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Лучший результат на скалах на болдринге – это 8Б+, а на трудность – 8С Редпоинт. Очень долго уже занимается скалолазанием и большая часть своей спортивной карьеры выступала на детских соревнованиях, причем в трудности выступала намного лучше, чем в болдринге. На первой попытке пытается прыгнуть, перевалившись через правую ногу, взять правой, левой, правой рукой. Но на следующей попытке делает более интересно, подцепляет носочек, сдваивается, притягивает резко таз к скалодрому и после этого выпрыгивает на две руки, подставляя ногу и финишируя. Следующая участница – Андрея Кюмин. Андрея использует такой же расклад, как и Брук, подставляя очень высоко левую ногу на Красную Пирамидку. И обратите внимание, правую ногу оставляет левее, как можно левее, чтобы сбалансировать себя и аккуратно взять зацепку на плечо. Берет зону и остается второй болдринг. Явно не думает про носок, сразу пытается прыгнуть. На второй попытке пытается сдвоиться на черной, не получается, она очень плохая. И на последней попытке, раскачиваясь максимально сильно, удерживается. И удерживается очень интересным раскладом. Она сразу не пошла на синюю зацепку, а вернулась на черную из-за того, что я начала раскручивать. Сейчас увидим замедленные съемки. Почти падает. Но на обратном пути успевает левой рукой скомпенсировать себя, потому что силы правой руки не хватает, чтобы удержаться на одной руке. И затем берет левой рукой красную и финиширует на синей зацепке. А на старте у нас Елена Красовская, мастер спорта международного класса. Хорошо лазает и трудность, болдринг и скорость. Посмотрим на ошибки, которые она совершает. Сейчас левая нога стоит чуть правее, можно было поставить ее чуть левее, и было бы легче вставать. На следующей попытке пытается дотянуться с наката, но так почти невозможно сделать, потому что зацепка держит, да, ты на нее встаешь. То есть надо накатить на пятку и еще встать. Центр тяжести у Елены находится достаточно низко, поэтому загрузить подхват не получается. Самая перспективная попытка, которая была, когда она ставила левую ногу на синюю пирамидку, правой ногой помогала себе создать немного инерции и брала на разжатие. Но тут две проблемы. Таз очень далеко и встает не очень высоко, из-за чего центр тяжести сильно смещается от стенки и видно, как не хватает силы плеч и разгибает. На самом деле, если бы она не делала попытки подряд, я уверен, что хватило бы сил. Но Елена, скорее всего, нервничала и делала одну попытку за другой, вследствие чего руки подзабились и не хватило сил сделать ключевое движение. Ну, а мы переходим к следующей участнице финала. Камила Морони, Италия. 20 лет. У нее очень хорошая заявка на призы, потому что в полуфинале и в квалификации она была одной из самых сильнейших девушек. Посмотрим на расклад. Встает с двух ног и таз сразу поднимает высоко, чтобы хватило поднять правую ногу на красную пирамидку и легко берет зону. Первые две попытки пытается прыгнуть, уже поставив ногу на рельеф, из-за чего нога слетает, потому что та становится сильно близко к стене и нога покасательно съезжает с пирамидки. На третьей попытке она делает маятник ногой, притягивая себя намного сильнее к стенке и за счет этого перелетает через ногу и берет черный, красный и синий рельеф. Наталья Гроссман. Последняя участница финала. 20 лет. Соединенные Штаты Америки. Многие сильные спортсменки не приехали на чемпионат мира в Москву из-за того, что они участвовали на Олимпийских играх и теперь они отдыхают. Наталья делает очень силовым раскладом первое движение. В квалификации в полуфинале было видно, что у нее большой запас по отношению к другим спортсменкам силовой и она легко удерживает движение на плечи, берет зону. И за счет маятника, как и Камела Морони, прыгает правый-левый, после чего стабилизирует себя и берет финишную зацепку. У Натальи, как и у Фуджикокера, первая трасса пройдена на флэш, то есть с первой попытки. На замедленной съемке очень хорошо видно, насколько сильно правой ногой она притягивается к стенду, когда делает маятник. Она почти становится около стены и легко дотягивается до черной зацепки. Результаты после прохождения первой трассы. Наталья Гроссман лидирует, пролезла первую трассу с первой попытки. Прокурбату занимает второе место, пролезла первую трассу со второй попытки. Камела Морони третье место и пройденная трасса с третьей попытки. Андрей Кюмин также пролезла первую трассу с трех попыток. Сташа Гея и Елена Красовс не смогли пройти первую трассу. На старт выходит Сташа Гея. Трасса идет по вертикали, но из-за того, что рельефы достаточно большие, трассы получаются очень объемные и необычные. Редко вижу на самом деле такие трассы на соревнованиях. Под ногами достаточно большой стартовый рельеф, справа гигантская пирамида, но она очень пассивная. Очень важно правильно грузить ногу. Чем более перпендикулярно грузишь ногу, тем лучше будет стоять нога. Но при этом, как только угол давления увеличивается и давление становится покасательной, нога съезжает. Поэтому здесь очень важно, насколько хорошо вас растянут голеностол, благодаря чему вы можете давить в пирамидку намного лучше. И задача, когда вы берете зону, перевалиться телом направо, а ногами на черный рельеф, за счет чего красная зацепка начнет работать. Вообще здесь сила пальцев не очень важна, потому что все плоскости достаточно хорошие. И даже с уровнем семя можно уже пробовать подобные трассы. Проблема только в том, что ногами вы будете давить так сильно, что пальцы могут разогнуться. Но действительно такие трассы достаточно простые, но очень сложные в плане техники. Тем временем Сташа Гея подлазает к финишной зацепке. Осталось последнее динамичное движение. Обратите внимание, правой ногой держится за черный рельеф, подцепляет носок. И получается интересная связка. Правой рукой она грузит назад, носком вперед. За счет этого она не выпадает с рельефов и легко берет финиш. Расклады на этой трассе будут почти все одинаковые, потому что не так и много вариантов, которыми можно пролезть эту трассу. Поэтому я буду немного ускорять участниц. Из этого положения Брук хотела аккуратно дотянуться до финиша. Но понимает, что движение достаточно тяжелое, попытку тратить не хочет. Половина времени уже прошло. Черная нога, рельеф, на котором она стоит, она очень плохая. Поэтому она решается сделать это движение динамично. За счет того, что правой ногой будет упираться в красный рельеф, а руками в финишную зацепку. Разопрет себя и не выпадет за счет этого. Такие движения важно делать резко, но при этом мягко. Потому что если жестко прийти за зацепку, то может откинуть. А сейчас мы посмотрим на Андрея Кюмин и ее лучшую попытку. Подлазает к зоне, берет предпоследнюю зацепку. Она достаточно пассивная. Здесь, когда она делает движение, не встает наверх за счет левой ноги. И получается, когда упирается в финишную зацепку, таз уже проваливается вниз и вслед за ним она падает. И не берет финиш. А таз опускается вниз из-за того, что соскальзывает нога. А нога соскальзывает из-за того, что голеностоп плохо растянут. Как вы видите, при срыве у нее голеностоп образует угол 90 градусов, что достаточно мало. Там должен быть острый угол 60-70 градусов. При таком угле голеностопа она бы не соскочила и смогла удержать финиш. А на старте Елена Красовская. И сейчас будет очень хороший ракурс. Сверху хорошо видно, что она стоит на левой ноге. У голеностопа острый угол. За счет чего пятка дальше от стены. И легче стоять на пирамидке. То есть получается, она образовывает более вертикальный угол. За счет чего ей легче находиться на вертикали. Дальше классический подлаз до притоповой зацепки. А вот финиш будет очень необычный. Давайте разберем его. Благодаря хорошей растяжке, правой рукой она берет зацепку в подхват. За счет чего давление на черную пирамидку увеличивается. И кидает ногу на финишную зацепку. А когда нога на финише, притоповая зацепка очень хорошо работает. Потому что ее выкидывает направо. Камела Марвони не делает ничего необычного. С первой попытки подлазает до зоны. И дальше уже классическим вариантом, которым нам показала Брук Роботу, на две руки прыгает на финиш. Но при этом она делает чуть более надежно. Сначала идет правой рукой и потом уже левой. Последняя участница на второй женской трассе Наталья Гроссман. Начало делает так же классически, как и все девушки. Исключение только финиш. Делает очень интересным необычным вариантом. Подцепляет правой ногой зону. И переваливается на финиш. Очень силовой вариант. Если сильные плечи, можно сделать. Результаты после прохождения второй трассы. Наталья Гроссман лидирует с двумя топами на флэш. Брук Роботу, второе место. Два топа, три попытки. Камилла Марони, третье место. Два топа, четыре попытки. Андрей Кюмен, один топ и две зоны. Пятое место занимается Таша Гея с одним финишем. И шестое место Елена Красовская. Один топ, теперь попытки на второй трассе. Переходим от скучной и статичной трассы к динамичной вертикали на трассе Сташа Гея. Очень интересное первое движение. Нужно очень высоко поставить левую ногу на черный флэт холд, чтобы тебя развернуло направо. И зона начала работать. Если ногу не подставить, то давление на зону идет строго вниз. И не получается ее удержать. Дальше очень аккуратное лазание по вертикали. Обычно вертикаль ставит настолько плохие зацепки, что на них ноги почти не стоят. Нужны новые и достаточно жесткие скальники. Сейчас Сташа Гея лезет в достаточно мягких скальниках. Видимо рассчитывала на первое движение, прыжок. Там нужны скальники чуть помягче. И хорошо видно, как сильно прогибаются скальники. И она понимает, что в таких скальниках не может стоять на маленьких зацепках и меняет их на более жесткие. На самом деле, первое движение не очень сложное. Есть и достаточно много сил и в руках, и в ногах. Руками, чтобы себя притянуть ближе к стенке. И ногами, чтобы вытолкнуться наверх. В жестких скальниках намного легче делает переход налево. Остается только удержать финиш. Проблема в том, что когда она идет на финиш, в замедленной съемке хорошо видно, тело уже отходит от стены и у нее не получается удержаться. Плюс, центр тяжести находится чуть правее. Ей нужно было сильнее наклониться влево, чтобы ее меньше разворачивало. К сожалению, трассу пролезть не получилось. Следующая участница Брук Роботу. И у нее проблемы с тем, чтобы допрыгнуть до зоны. Она чуть пониже. Если Сташа Гея ростом 175, то Брук Роботу 158 сантиметров. И чуть хуже толкается и руками, и ногами. Тратит очень много попыток, чтобы удержаться на зоне, но так и не допрыгивает до активной части зацепки. А на старте Андрей Кюмен. И обратите внимание, когда она прыгает и берет зону. Она не успевает загрузить левой ногой черный рельеф, за счет чего ее не разворачивает. Она чуть перевстает наверх, центр тяжести смещается, и пассив перестает работать. То есть, неправильно была выбрана тактика. Она прыгает вертикально, а нужно было бы прыгать вертикально и сразу откидываться в правую сторону. А вот Елена Красовская очень красиво и четко делает движение на зону. И дальше остается вторая часть трассы. Аккуратное вертикальное лазание. У Елены правильно подобраны скальники. Они достаточно жесткие. Это Скарпа. Сложным вариантом делает. Дотягивается до далекой левой ноги. При этом отклоняется вправо, чтобы центр тяжести постоянно был над правой ногой. Левая нога уходит налево, а тело направо. Это очень важно. Я думаю, если она вначале так хорошо работает со своим балансом, то и финиш также легко сделает. Переваливается достаточно хорошо налево, поднимая правую ногу наверх для баланса. И легко финиширует с первой попытки. На старт выходит Камилла Марвони. Очень слабо отталкивается. На следующих попытках понимает, что надо оттолкаться намного сильнее. Изо всех сил подставляет левую ногу. И видно, что пытается, но не хватает инерции. И на следующей попытке, на последней, обратите внимание, очень классно сделала. Центр тяжести унесла направо. И сразу удержалась на зоне. Тут отличительная особенность от других финишей в том, что она правым носком подцепляется за рельеф и легко финиширует. То есть более устойчивое положение из-за подцепки носком. Наталья Гроссман не допрыгивает с первой попытки, но со второй намного увереннее толкается. Относит правую ногу направо, чтобы центр тяжести сместился правее. И удерживается на зоне. Дальше очень аккуратное лазание. Она выступает в достаточно мягких скальных туфлях. 5'10. Не самые хорошие скальники для вертикали, но этого хватает. Возможно, это связано с тем, что она не тяжелая, достаточно легкая спортсменка. Финиш отличается от других девушек тем, что правой рукой она поджимает дырку под саморезы. На соревнованиях нельзя использовать дырки под болты, там, где есть резьба. Но можно использовать отверстия под саморезы, даже если они очень глубокие. Многие спортсмены на них умеют даже подтягиваться. Результаты после прохождения трех трасс. Наталья Гроссман лидирует. Три топа, три зоны, шесть попыток. Камила Морони занимает второе место. Елена Красовская третья с двумя топами. Прук Рыбату четвертое место. Сташа Гея пятое. И Андрея Кюмен шестое место. С одним финишем, двумя зонами и тремя попытками на финиш. Последняя и самая, на мой взгляд, интересная, динамичная и красивая трасса. Первое движение. Прыжок в крест. Сташа Гея делает очень легко. Силовая трасса по сильному нависанию. Это стиль Сташи. Спортсменка очень сильная. Плюс рост ей помогает дотягиваться чуть легче, чем остальным спортсменкам. Долазает до зоны. И остается последнее сложное движение. Нужно удержать финиш. Правой ногой себя притягивает к стенке. И легко удерживает финиш. У многих спортсменок именно с этим движением и будут проблемы. Давайте еще раз посмотрим, как Сташа прыгала в крест. Очень красиво выглядит. Легко подвисает на одной руке. И улыбаясь подставляет ноги в трение. А на трассе Брок Работу и американцы очень хорошо делают прыжки на одну руку. Очень часто встречаются на соревнованиях на American National или каких-то других коммерческих соревнованиях. Пробую сделать четверки. Очень редко такие движения получаются сделать на соревнованиях по скалазанию. Обычно это движение из ледолазания. Не дотягивается, поэтому подставляет левую руку чуть повыше. Берет пирамидку и правой рукой дотягивается до зоны. Остается самое сложное движение. Это прыгнуть на финиш. Пытается себя притянуть правой ногой. Не получается, потому что пирамидки достаточно пассивные. В таких положениях надо действовать дерзко, быстро и уверенно. Чем дольше стоишь, тем сильнее руки устают и меньше вероятность того, что сделаешь движение. Подлазать до финиша дважды, но не получается удержать финишную зацепь. Теперь посмотрим на Андрею Кюмен. Лезет классическим вариантом, прыгая на правую руку. Но, обратите внимание, хорошо видно, как она сильно подтягивается тазом наверх, чтобы легче было прыгнуть. Меняет руки и дотягивается с большой хорошей зацепки до синего активника. Проблема в том, что активник не будет держать, если не будет справа ноги. Не хватает сил, чтобы компенсировать это. Поэтому возвращается обратно, подставляет ногу на красную пирамидку и дотягивается еще раз. Заметьте еще, у Андрея очень хорошо развит пассивный хват. Правой рукой держит пассивным хватом, тремя пальцами. Пытается подобрать правильное положение для тела. Хорошая попытка была на финиш. Единственное, что нога соскочила и из-за этого не получилось удержать финиш. На следующей попытке подлазает более уставший и не получается уже финишировать. На старте Елена Красовская легко допрыгивает, сразу разворачивается на 360 градусов. Очень красивое движение, давно мы таких не видели. Также хочется напомнить, что для Елены Красовской это не только последняя трасса после квалификации и полуфинала в болдеринге. Но еще она выступала в трудности, поэтому я представляю, как мало сил у нее. Насколько сильно она устала, наверное, еще и нет кожи. С трудом долазает до предпоследней зацепки. Понимает, что надо прыгать, но уже сил особо нет и пытается аккуратно выжаться статично. Но левая рука достаточно плохая и не получается дотянуться до финиша. Последняя попытка. Правильно прыгает, но видно, что правая рука уже не держит зацепки. Разгибается. У Камилы Марони также хорошо видно, как сильно она вытягивает себя за счет полгой левой ногой и подкидывания таза и прыгает в крест правой рукой. Никто так из девушек не делал, видно, что есть запас сил. Думаю, что и на финиш получится сделать движение. Очень легко зоны встает на предфинишную зацепку. Правильно делаешь, что правой ногой себя резко притягивает к стенке. С первой попытки допрыгивает до финиша, несмотря на то, что нога начала скальзывать, но она правильно сделала. Резко подняла пятку наверх, увеличив давление на ногу и не потеряла ее, за счет чего легко удержалась на финише. Давайте еще раз посмотрим, как она делала первое движение после старта. Прыжок в крест. Очень хорошо себя подтянула левой ногой и тазом, за счет чего легко удержалась. И еще одно слоу-мо движение. Движение на финиш. Как только начинает ее выкидывать, двумя руками себя резко притягивает к стенке и стабилизирует свое положение. И последний пролаз на сегодня от Натальи Гроссман. Последняя участница финальной трассы на финалах чемпионата мира 2021, который проходит в Москве. Не получается дотянуться с красной зацепки, поэтому левая рука она берет повыше в щипок, пирамидку и дотягивается. Хватает сил компенсировать, откидывание на синем активе и перекидывает ноги на красный рельеф. Очень хорошо жмет левой рукой щипок, почти статично дотягивается до финишной зацепки. Суть в том, что благодаря левой руке она не дает себя выкинуть. Получается она стягивает две зацепки и легко удерживается на финише. Все из-за того, что очень сильный щипок. Итак, поздравляем Наталью Гроссман со званием чемпионки мира по скалазме 2021. Всего лишь две спортсменки, которым удалось пролезть четыре трассы. Это Наталья Гроссман, четыре трассы, семи попыток. И Камила Марони, четыре трассы, тринадцать попыток. Старший гея занимает третье место с двумя трассами и пятью попытками. Четвертое место Елена Красовская, пятое Брук Роботу и шестое место Андрея Кюман. За четвертое место Елене Красовской могли бы дать мастер спорта международного класса, но она его выполнила несколько лет назад. Спасибо всем, кто подписался на мой Patreon канал. Вы помогаете мне делать ролики. Вы мотивируете и помогаете финансово, за что вам огромная благодарность. Если понравился ролик, подписывайся на мой Patreon. Чем больше подписчиков, тем более качественные ролики и больше времени я могу проводить за производством видео. Пока!